А на полигонах по всей России, в том числе в Луганске, Донецкой и Народных Республиках сейчас проходят боевое слаживание бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации. Все они опытные воины, но нужны тренировки, чтобы восстановить навыки, а кому-то и познакомиться с более современными образцами оружия. Этим же сейчас занимаются и новые подразделения Росгвардии, переброшенные в Донбасс. Занятия с ними проводят опытные инструкторы, сами прошедшие не одно сражение. Дмитрий Толмачев наблюдал. Пока вдали от передовой, но в условиях близких к боевым. Вновь прибывшие подразделения Росгвардии проходят так называемое слаживание. Эта работа в команде. Саперы расчищают путь. Отряд, вооруженный реактивными пехотными огнеметами и гранатометами, разносит условный опорный пункт противника. Общая оценка за комплекс этих занятий. Личный состав в настоящее время готов к выполнению служебно-боевых задач и выдвинуться на передний край. На передовых позициях специальной военной операции подразделения Росгвардии с первого дня бойцы отряда спецназначения показывают нам один из захваченных укрепрайонов. Бетонные укрытия. Бетонные укрытия. Посмотрите толщину металла, толщину стен. Нацисты окапывались на территории ЛНР не один год. Строили серьезные укрепления. Фольда со 20-мм миномета может данная конструкция выдержать. То есть готовились очень серьезно, очень долго и очень конкретно. Но удержать позиции все же не смогли. Тем не менее выбили, да, очень, конечно, долго, очень все медленно. Но тем не менее, тем не менее, все получилось. Начинали еще на киевском направлении. Оттуда, из Гастомеля, самый важный военный трофей. Там была воинская часть. Танки были штук, наверное, 15. Ну и уже перед выводом уже как бы восстановили. Один смогли завести, ну, который более-менее живой был. На нем уехали. С тех пор на вооружении Росгвардии это единственный танк. Т-64 производился еще в советском Харькове. В России такие уже давно списаны, но этот удалось восстановить. По ходовой части вот катки у нас прям, ну, ломали, лопались, тоже переделывали, все снимали там. Есть там где-то какие-то маленькие недочеты, все это стараемся исправлять. Стреляем, попадаем. Сейчас танк снова в строю на одном из направлений специальной военной операции. Разбирает позиции противника, до которых отсюда всего несколько километров. Пришлось лишь подобрать экипаж среди тех, кто когда-то имел дело с подобной, нехарактерной для Росгвардии техникой. Меня назначил командир отряда на механико-водите, потому что я проходил срочку танкистом. Теперь боевую машину в отряде шутя называют танком специального назначения. Он участвует во всех операциях отряда. Дмитрий Толмачев, Дмитрий Киеновский, Андрей Колобаев, Ирина Чучуй, Первый канал, Луганская Народная Республика.